Первый автопробег российского общества «Огонь памяти» состоялся семь лет назад. Его маршрут пролегал из Москвы в Хатынь, а затем в Минск. С тех пор ежегодно десятки единомышленников разного возраста и профессий собираются вместе, чтобы посетить памятные места Великой Отечественной войны. Ранним утром колонна из 23 автомобилей прибыла в Брест. В городе над Бугом 61 участника проекта встретили тепло и радушно. Рады приветствовать вас в преддверии такого знаменательного дня, Дня Победы. По хорошей традиции мы вручаем вам этот каравай с хлебом и солью. Прошу принять его. За время автопробега его участники преодолеют более 2500 километров и посетят свыше 40 памятных мест союзного государства. Впереди один из самых важных пунктов маршрута – Брестская крепость Герой. Именно туда, после недолгой остановки, и направилась автоколонна. В июне 1941 года Брестская крепость первой приняла удар врага на себя. О том, как героический ее гарнизон держал оборону, участникам проекта рассказали в ходе обзорной экскурсии. Давно мечтали побывать здесь, но все никак не получалось. В этом году все-таки решились, и вот именно Брест – это была наша цель. Главная задача – как бы собрать всех, сблизить людей и детей, потому что сейчас уже время такое сложное, дети больше интернет и так далее, сами понимаете. Ну и как бы у нас все это получается. Раньше было нас 20 человек, сейчас уже 61. Это очень важная поездка для нас, для всех, потому что, сами понимаете, что это знаковый памятник как для Беларуси, так и для всего бывшего Советского Союза и стран, и людей, которые это помнят, это ценят и передают знания и воспоминания, не дают забыть никому о том, что случилось. Объединяет желание передать своим детям ту историю, которую они должны знать, которую, к сожалению, кто-то пытается переписать, но мы хотим им показать, как это было, и чтобы они потом своим детям передавали то же самое. Самому старшему участнику автопробега 70 лет, а младшему всего 11 месяцев. В семье Терентьевых шестеро детей. Сыновей Тихона и Игната родители взяли с собой, так как считают, что воспитывать любовь к родине важно с самого раннего возраста. Самое главное, чтобы это не переписывал никто никогда. И донести вот именно до младшего поколения, для всех, да, как это было на самом деле. Потому что мы это слышали, нам рассказывали наши... Мы это знаем из прямых источников. То, что вот у меня бабуля воевала, прошла всю войну, мой дедушка был снайпером тоже. И мы это знаем не понаслышке. А уже наши дети, получается, должны изучать историю уже из наших уст. А чтобы пополнить наши знания, мы вот изучаем историю уже сами. На площади церемониалов участники проекта возложили цветы и венки в памяти погибших. С собой они привезли пламя с поклонной горы. А вернуться домой – с частицей вечного огня из цитадели. Совместная с белорусской стороной диалоговая площадка, которая затем состоялась в Музее обороны Брестской крепости, позволила поделиться впечатлениями, познакомиться с брестской молодёжью и обсудить планы на будущее. Наша молодёжь должна общаться, они должны вырабатывать общую платформу, общее видение и понимание, и роли героического прошлого в Великой Отечественной войне, которые обеспечили их деды, прадеды. Но они должны и понимать цену мира в сегодняшней международной обстановке. Следующими городами на пути автопробега станут Пружаны. Затем колонна направится в Свислочь и Гродно. Частицу вечного огня участники проекта планируют доставить в Москву 8 мая, накануне праздника Великой Победы.